Мы давно с нашим президентом оговаривали возможности социальных проектов. Он говорил, когда вы будете готовы, как отдел, можете стартовать. Я считаю, что в этом году мы попробовали, мы посчитали, что как раз в такое время неплохо поддержать талантливую молодежь. И, опять же, со своей стороны постарались не ограничивать ребят какими-то рамками. То есть, по большому счету, если говорить о внутренних инженерных сетях, я бы мог бы сказать, ребята, рисуйте, пожалуйста, трубы, рисуйте водопровод, теплый пол. Безусловно, это был бы прорыв с точки зрения креативности, но я бы очень сильно ограничил какие-то творческие возможности. Поэтому мы решили этого не делать. Мы сказали, что основным слоганом это будет тепло, это будет дом, это будет семья. Понятно, в таком направлении развиться проще и можно раскрыть и творческий потенциал, и настроение. Мы получили на конкурс, опять же, прогнозировали 150-200, получили около 300 работ. Но с нашей точки зрения это успех, тем более, опять же, источники информации это были, это был Фейсбук. Мы направили письма во все профильные министерства, чтобы знали, что мы все-таки стараемся социально помогать нашей молодежи. Делали мы это среди трех возрастных групп. Это 4-6 лет, до 9 лет и уже до 12 лет. Ну, опять же, то есть, скажем так, понятное дело, что также были приглашены дети из детских домов и параллельно были привлечены дети из детских художественных школ. Естественно, когда мы анализировали ситуацию, было сразу видно, откуда пришли работы. Или это детский дом, или это школа, или это просто как бы Фейсбук. Понятное дело, что работы детских школ существенно отличались, но мы, когда принимали решение, когда выбирали победителей, когда выбирали финалистов, исходили не только из художественной ценности, но исходили из эмоциональной составляющей данных работ. Истории, опять же, часто картины сопровождались письмами, комментариями, просьбами. И поэтому мы принимали во внимание все эти факторы. И на основании этого мы выбрали трех победителей в каждом направлении. Плюс огромное спасибо центру Китсвилл, который также оказывал рекламную поддержку. В этом плане от них будут поощрительные призы. Кроме того, как поощрительные призы, мы также особо понравившимся работам организуем фотосессию. В том городе, откуда эти детки. Слава Богу, я не знаю, на самом деле это просто совпало. Но те дети, которые выиграли фотосессии, они как раз с места обитания Рихао в Украине. Чтобы вы понимали, мы представлены в Киеве самым большим офисом. Мы есть в Днепропетровске, мы есть в Одессе, мы есть во Львове. Были в Донецке, я думаю, когда все наладится, мы туда вернемся. И были в Крыму, в Симферополе. Тоже тот же самый вопрос. Я надеюсь, что все положительно решится, и мы продолжим там работу. Продолжение следует...